Легкая роман 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 плакали, насколько вместе с ним бросались в воду и так далее? Ну, во-первых, в воду я действительно бросалась. Тот трюк, который мой герой проделывает с аквалангом, я проделывала физически на самом деле, просто чтобы убедиться, что это возможно для обыкновенного, нетренированного человека. А эмоционально, вы знаете, это был такой драйв. Вот как никакой свой роман я писала... Ну, я получала такой кайф от него. И я до сих пор благодарна, я очень благодарна своему герою за то, что он дал мне испытать эти замечательные ощущения. Помню, замечательный хулиган, мудрец, философ Александр Пятигорский сказал, всякое философское направление жизненно лишь в том случае, если оно разрабатывает действительно жизненную проблему. Во всех остальных случаях оно никому не интересно. Это легко можно отнести и к литературе. Насколько вы считаете, легкая голова, этот роман жизненно интересен? Вот если честно, я считаю, что он очень жизненный и отвечающий на... По крайней мере, поднимающий те же вопросы, которые поднимают очень многие люди для себя, может быть, не проговаривая. На самом деле, мне кажется, это очень актуальная книга, потому что к нам пришла свобода, мы были очень рады этой свободе. И мы не понимали, что такое свобода. Но пришла пора осознать, что это не... Ну, опять-таки, не чай с сахаром, и не пирог с вареньем. Свобода иногда это страшная вещь, это одиночество, это, в общем, социальная атомизация, понимаете, каждый сам... Разобщенность. Разобщенность, да, разобщенность. Это крушение многих ценностей. То есть, ценности коллективизма, ценностей каких-то героических, романтических. То есть, свободный человек имеет право не совершать подвига. Вот имеет право. А нас ведь учили по-другому. Вы удивительным образом совмещаетесь в себе, удивительно в том числе и для профессионалов литературного цеха, и писателя, и критика. И вам приходится выносить критические суждения, в том числе и по долгу службы, потому что вы куратор премии «Дебют». На эту премию выдвигаются работы молодых людей до 25 лет. Вот, если, позвольте, сейчас поговорим об этом. Десятый год несколько отличался от других годов количеством участников из Санкт-Петербурга. Вот хотя бы вот с этого попробуем начать. Что это за веяние такое? Что за северо-западные ветра литературные задули? Я еще сама не могу проанализировать все. Мне кажется, что Петербург традиционно относится не очень с большим доверием к московским проектам вообще. То есть Петербург считает Москву некой вот такой, ну, культурной провинцией, а себя культурной столицей. И раньше Петербург не особенно участвовал в конкурсе. То есть для такого большого города с таким количеством пишущих людей, с такой традицией литературной, конечно, участие было, ну, не очень заметным. Мой родной Екатеринбург был более заметен, как ни странно. Но в этом году, вы знаете, вдруг, внезапно, Петербурга в конкурсе было больше, чем в Москве. И дело может быть не только в том, что Питер поверил в то, что мы делаем это не только для Москвы, но и для, и не только для России, но, скажем, для всего русского мира, где есть пишущие, говорящие, читающие по-русски. А вы знаете, а может быть там просто подросло какое-то новое поколение, которому вдруг стало интересно высказаться. Знаете, ведь бывает так, что человек талантлив, но ему не очень интересно говорить. Когда-то Гертруда Стайн произнесла фразу, которую Хемингуэй вынес в качестве эпиграфа к одному из своих романов «Все мы дети потерянного поколения, все мы потерянное поколение». Вот эта фраза, если ее попробовать переосмыслить, вот распался Советский Союз, и я слышал, появилась аббревиатура «ПППР СССР». Вот что это, как это расшифровывается? Поколение периода полураспада СССР. Дело в том, что внутри одного поколения молодых, ну скажем, внутри десятилетия, существуют еще и вот такие подгруппы. И это поколение очень четко осознает себя именно пограничным. Этому поколению сейчас, условно говоря, от 18 до 22-23. И это поколение, оно не начиная с чистого листа, но оно как бы служит опровержением советским ценностям. Понимаете, о чем речь? Значит, и вот именно это поколение сейчас активно в дебюте. Оно совсем не приемлет то, что было святым для их родителей? Я имею в виду вот как раз эти, может быть, советские мифы и советские легенды. Или наоборот, есть вещи, которыми они безумно гордятся, и это колышется у них на знамени? Вы знаете, крайности сходятся. Крайние отрицания и ностальгия, ну естественно псевдоностальгия по советскому времени, они где-то очень близко эмоционально. И, конечно, Советский Союз и в том и в другом случае не настоящий. Это совершенно такой вот... Корабль-призрак. Да, это корабль-призрак, совершенно без знания настоящих реалий. Но, по крайней мере, это нечто романтически окрашенное. Это либо зло, либо это добро. Вы знаете, у нас ведь сейчас очень мало литературы романтического толка. Алые паруса все свернуты. Да, все алые паруса свернуты. Есть фантастика. Ее много, я слышал. Да, ее много, фантастики в конкурсе много. Но это отдельный подвид литературы. Все-таки у нее свои специфические задачи. И, скорее, там есть освоение модели мироустройства, чем, скажем так, весть о человеке. Так вот, молодым, конечно, не хватает романтики. Ну, они по натуре своей, их энергетика такова, что она требует какого-то предельного выхода. А та жизнь, которую ведет, например, мой герой, легкая головая... Да, уж какая там романтика, да. Да, это абсолютно... То есть, оказалось, что свобода, это настолько неромантично в современных условиях. Это такая, ну вот, такая буржуазность. И вот отталкивание от буржуазности, оно вот и создает как бы основную краску этого поколения периода полураспада СССР. Неприятие буржуазности. Может быть, мы, ну, где-то в европейских шестидесятых сейчас окажемся, вдруг. Но, по крайней мере, если и существует какое-то товарищество, какое-то, ну, существует жажда иметь единомышленников, то она существует вот в этом поле периода полураспада СССР. У нас нет ничего нового, такого, чтобы никак не относилось к СССР, и что могло бы служить для молодых людей, ну, неким маяком, понимаете, таким вот алым парусом. У нас нет, у нас, понимаете, наши паруса, к сожалению, красные. И что с этим делать, мы пока не знаем. Ну, посмотрим. И почитаем. Да. И почитаем. Спасибо вам большое. Спасибо, Ольга. Спасибо вам. Ольга Славникова, писатель, критик, лауреат многочисленных профессиональных литературных премий в главной роли на телеканале «Культура». Спасибо и вам. Читайте хорошие книги. Обязательно увидимся.